здравствуйте друзья доброе утро четверг 31 до значит 31 мая и еду я на работу меня просили говорить когда что чего потому что когда смотрят потом записи непонятно но в чем вот 31 мая 4 я на работу и в голове у меня как-то так потихонечку формулируется те мысли которые там бурчали так ведь во все стороны там кипели крутились вертелись во время нашего тренинга все-таки тренинг был довольно интенсивным то есть мало того что мы каждый день там часов по пять занимались но общение за пределами вот этой классной комнаты conference room где мы там проходили тренинг тоже все крутилось вокруг здорового питания здорового образа жизни как вообще правильно чего делать и так далее и вот там не было специально организованного питания то есть питание было обычно вот ты приходишь вот вот гостиница в гостинице буфет пожалуйста с утра и с вечера значит вот надо выбрать из того что есть и так потихоньку полегоньку значит мы проходили какой-то материал но там еще были как индивидуальные консультации и как бы некоторое персональное внимание мы со светланой получили который в обычной жизни так сложно получить и в частности выяснилась интересная фишка про меня я хочу сказать что там полной ясности еще нет потому что мы сдали два теста вот прямо там сдали два теста через там несколько недель появится результат один тест на совместимость там с какими-то продуктами то свыше 100 разных продуктов питания то есть что вот исключить например и еще один тест генетический тоже связанные с тем я я детали не знаю но вот как бы по его итогу результатом будет ясность некоторые в том как надо конкретно делать какие-то вещи с рационом там по времени и так далее но выяснилась интересная вещь которую я вот все-таки 20 лет там с диабетом на учете можно сказать состою врачи со мной работают эндокринологи вот выяснилась такая вещь что мой конкретный организм обладает такой способностью знаете они каким-то словом это называют но я снова естественно забыл какой-то медицинский термин это когда организм умудряется белки перерабатывать в углеводы и вот в глюкозу я извиняюсь буквально прямо делает глюкозу из белков поэтому многие вещи которые раньше я не понимал как же это происходит и стали понятными потому что вроде не ел там углеводов не ел а вдруг значит как-то по сахару видно что вроде что такое откуда взялось значит а вот теперь понятно откуда вот она из белков взялось поэтому ну ну кто знал во всяком случае вот прояснилась такая вещь и я тогда доктору габрилову говорю михаил него как же так вот у меня же есть эндокринолог там вот есть целая медицина такие деньги берут и никто ни разу не то что мне не сказал но даже не поинтересовался и и доктор гаврилов год но понимаешь вот медицина нынче протокольная то есть ты пришел у тебя какие-то дела и врач соответствует какому-то порта идет по какого-то протоколу потому что как только врач отклонился от протокола он уже становится объектом значит там лицензионных всяких нарушений и вплоть до уголовных там и так далее и поэтому вот быстро или врача вот вот так вот так вот идет вот он как бы протокольная медицина я не знаю насколько это у его на ходу родилось или может быть это уже общепринятый термин я не знаю но вот протокольная вот есть медицина функциональная там где пытаются понять что происходит и как бы убрать причину а есть медицина протокольные идем по протоколу во всяком случае мне это дело помогло прям там на месте увидеть результат буквально там в течение дня я гораздо лучше сахар искать стал видеть на измерениях утренних и вечерних что в общем то очень здорово конечно я ну не ожидал ну вот правда значительная часть тренинга была посвящена таким как ну как бы психологическим что ли аспектом того что происходит с человеком во время похудения знаете я может быть еще одну вещь скажу при чем мы на психологический аспект двинем мне доктор гаврилов объяснил что вот те 20 килограмм которые я потерял 22 от от моих 102 то есть это нам 20 с лишним процентов моего веса и он говорит понимаешь и стресс который перенес твой организм а это большой стресс последствия этого стресса будут ликвидироваться может быть вряд ли вряд ли всего год уйдет скорее всего больше года то есть организм чтобы встать на место и как-то начать органично работать функционировать с учетом того что произошло вот ему на перестройку нужен год поэтому ты бибик это поэтому ты говорит вот все это будет хорошо на себе чувствовать так что ты ты далеко еще не не устаканился и в общем не с точки зрения там эластичности кожи который будет потихонечку значит там брать свое и там подтягиваются и так далее ведь что раньше чем раньше чем через полгода вообще даже не думай чтоб тебе даже мысль не приходила о том что что-то застабилизировалась любой аспект из того что там на который ты можешь что внимание обратить значит минимум полгода а так в целом вот вряд ли даже год уйдет более больше ладно наблюдаем вот я так в таком наче стрессе нахожусь а вы думали чё вот но на самом деле я только в зеркало гляну у меня такое ощущение что я как-то отдохнул что ли как-то так лучше стал выглядеть но но в общем то конечно за счет всех этих вот дел то есть я и как ты чисто внешне метод лет набавилась на физиономии но но это потихонечку проходит значит что там возвращаясь к тренингу существенная часть которую вот я для себя усвоил я думаю что может быть пролит какое-то время я лучше пойму у меня записи есть кое какие я посмотрю и почитаю но из того что я уже для себя понял как вот словами доктора значит это звучит так что я не это не мое тело и мое тело это не я то есть вот есть я а есть тело и то есть как бы дух контролирует физическую часть и вот тело допустим телу хочется там конфетку ну или телу хочется я не знаю чего там бутерброд с маслом и вареньем сверху например помазать но это не то что она мне хочется она хочется телу тело живет некоторые такой самостоятельной жизнью например вот в другом месте я где-то я там прочитал что жир когда его много он как бы становится частью эндокринной системы и он как бы требует свое то есть вы чек должен есть потому что у него есть жир то есть мы мы не не жиреем от того что едим а мы едим от того что у нас есть лишний жир этот лишний жир требует питания для себя и вот есть вот есть жир и есть вот мы и отношение нас вот скажем меня к собственному телу к собственному жиру там потому что организм хочу вот это хочу вот это такое же как вот там когда собачку ведешь на поводке ведешь на поводке такую собачку она такая чистенькая хорошенькая так причёсанная шампунем там все дела вот а и лежит на дороге там дохлая крыса вот ее машина переехал и она раз и начинает эту дохлую крысу мы же не пускаем собачку в дохлой крысе мы так поводочек на тяга и будет нифига нифига идем вот у нас там есть другое для тебя если проводочек отпустить да если дать собачки вести себя так как она хочет себя вести она долго не проживет собачка она этого сожрет и того сожрет и еще чего-то она она взята куда залезть вот и это наше отношение с нашим организмом мы ведем на поводке вот эту собачку которая живет тоже какой-то своей отдельной жизни собачка это же не я который держит ее на поводке собачка там я тут то же самое вот вот жир лишний вес который требует это да и это да это и мы спокойно мы живем по принципу должны жить по принципу ну скажем так выгоды что нам выгоднее вот нам выгодно скажем питаться вот так или нам выгодно отпустить поводочек и съесть там дохлую крысу на дороге что выгодно у нас есть много видов еды которые перед нами вот как бы согласно концепции доктора гаврила он нет запретных продуктов запрет как бы вызывает в человеке дополнительное желание преодолеть запреты что не такое тяпнуть поэтому год запретов нет но есть философия как бы выгоды будет лучше выгодно не то смысле что хочется но вот есть вот такой выбор такой выбор такой выбор такой она не запрещено но что что тебе выгоднее полезней моих терминах классическом языке все шоу с этого буду иметь смотрите там где я буду иметь больше так я уже съем там вот там и того чтоб дает больше выгоды больше пользы приносит такая вот интересная школа такая интересная концепция и мы вот со светланы буквально на днях там она горит ой горит хочется там вот не помню чего там хотелось я бы светлана тебе же не хочется это вот тело твое хочет я бы ну ты за поводочек-то дёрни это же это же во вред ты же ты же знаешь что это не полезно вот и она потом тоже мне ты знаешь где-то вот когда ты мне вот это вот в практическом плане сказал ягод поняла о чем говорил доктор гаврилов потому что когда он говорит ну да ну чем что-то такое говорит вот а когда тебе хочется чего то вот ты думаешь вот съемка я вот это и ты спрашиваешь себя это я хочу или вот это вот хочет вот это вот чего нам не лишнего сидит и от чего я хочу как бы на самом деле избавиться и она мне говорит вот я хочу чтобы ты не мог от меня уже избавиться чтобы она уже firmware крепче на тебе сидело на тебе идеальному мать я идеален а она на мне лишнее сидит я вот ему не даю ну вот так как бы такая такая хохмочка в моем пересказе естественно вот как тот рабиновича насвистел симфонию шостакович так что вот я вам насвистел что там доктор гаврилов рассказывает картинка так ну вот примерно такие значит результаты нашего тренинга я думаю что мы еще долго будем переваривать это все но уже уже изменилась мое отношение к там к продуктам которые мы едим не только мою на и светланы поскольку она участвует очень активно в этом во всем вот и к продуктам и к некоторым последовательностям мне приподняли количество калорий на день которые я так раньше употреблял то есть у меня раньше было 1000 1600 1800 килокалорий на день но и мне сказать что будет маловато сидели посчитали и накинули мне немножко вот у меня теперь там будет 2-2 200 а то я знаете раньше так чувствовал что я пчете слямзил но вроде не положено я не ем но так иногда хотелось орешек какой-то слушать так что давайте-ка я выползу отсюда так я не недоедал друзья так я чувствую недоедал вот сейчас у меня немножко больше калорий и света говорит о чем же ему эти калории чем значит там в овощах особо нет ничего значит мясо там ну смысле белки там во первых а ну не то что совсем ничего нет но тоже много много и нельзя белков там белков за раз за один прием пищи человек может усвоить там 100 120 грамм все остальное ну как бы говорят да вот чем хороши белки ешь сколько хочешь вот чего надо усвоилась остальное мимо прошло никакого вреда с этого нет но вот не в моем случае каша в моем случае я получу дополнительную глюкозу эти вот так да ну в общем жирами надо мне калории вот маслицем там поливать авокадо вот я сегодня там с собой я целый авокадо орешки хорошо но в общем вот так вот относительно кофе я вопрос задавал потому что я не кофеман в том смысле что мне вот кофеин там для чего-то нужен был бы нет более того у меня генетический тест показал что у меня медленно и медленный метаболизм кофеина то есть я его медленно перерабатываю и соответственно мне говорят и вообще не пей там с кофеином и как-то так да и мы поговорили с доктором на тему он говорит что ты знаешь не только вред есть в кофе да там там много чего есть поэтому там по чуть-чуть там не страшно и там пару чаще деньги легко можно и если что если уже ты делаешь уже пьешь кофе то не не такой который в металлической фольги я рассказал про наш систему там у нас такая фольга но она я не я никогда не задумался из какого материала доктор без скорее всего это алюминий и как что доказано прямая связь между опытом количеством алюминия которые мы получаем и болезнью от мир поэтому быть лучше не связываться поэтому ведь возьми зернышки сам себе там сделай по молотам с этого дела и сам себе завари там вот такое вместо молочка возьми там например там из орешков там какой-то молочком и все мне сказано молочных продуктов вообще не ни в каком виде не употреблять я я честно сказать не уверен ко всем ли это относится но ко мне точно у меня еще тоже опять генетически у меня то что называется лактоза intolerance все они не переношу лактозу и мы пытались это побороть как бы тем чтобы там овечьим молоко но не только молоко ну там сына например овечье козья ну вот как бы доктор говорит ты знаешь вообще не надо никакого не не того не надо ни этого не надо там вот возьми там из орешков например если уж так очень хочется так что в общем сквозь кофе надо будет еще под разобраться и еще раз я не кофеман то есть я могу легко обходиться и без кофе тоже но мне правда нравится на вкус вот сухое молоко было сказано что там ну как бы это такой химические продукты там есть вещи не неправильные для человеческого организма поэтому лучше было бы избегать и сухого молока то этих примеров поэтому в общем друзья обложили меня обложили всякими ограничениями но опять еще раз запретов нет да ну вот есть как бы рациональное выгодно или невыгодное поведение человеком и на сайте доктора гаврилова там лента . доктор гаврилов . ру вот эта лента лента стройности они это называют вот эта лента она доступна для всех она там денег не стоит и там можно вести учет съеденного калории там и так далее и они все виды продуктов покрасили в четыре цвета вот зелененький это самый полезный потом там я уже не очень помню по цветам там желтенький оранжевенький красненький и соответственно ты можешь и такой взять и такой взять но там есть понятие коэффициент полезности и вот ты смотришь за день какой те коэффициент полезности но вот у меня обычно там 388 из 4 то есть мы в целом со светланой так хорошо проходим то есть едим полезно вот но вот эта полезность как бы как принцип такой когда ты вроде все можешь но вот есть полезно есть не полезно а есть еще более полезно есть еще менее полезно поэтому а запретов вроде как и нет то есть если у тебя есть запрет только только ты сам себе наложил потому что ты говоришь я вот такого не полезного не буду у меня есть альтернативы лучше чем это я буду пользоваться вот этими более хорошими альтернативами такой вот краткий отчет о нашем четырехдневном пятидневном тренинге который происходил в испании каталонии в городе от тоса димар на место то есть место и до тоса димар и наверное какие то еще у меня будут на эту тему соображения но вот в основном то что касается диеты там спрашивали люди вот впечатления о европе об испании конкретно в сравнении там сша в сравнении с калифорнией кремниевой долины вот такие впечатления мы сейчас как-то перевариваем это все потому что мало времени прошло все дни немножко перевариваем так она как-то укладывается во что-то но в целом нам очень понравился хочу сказать нам нам в испании очень очень понравилось и я хочу сказать что с точки зрения ландшафта если бы не старинные здания которые там частенько попадаются в поле зрения вот то можно было сказать что мы с мы в калифорнии то есть настолько это похоже и по климату и по вот так ландшафту местности и по растительности там и так далее но просто вот на удивление думаешь надо же так вроде на другом конце света а не отличить все друзья приехал я на работу и буду работать над ну само собой по школьным делам с точки зрения видео которые мы делаем будем работать над продолжением сериала с виктором фигельманом мы с ним перед нашим отъездом сели но уже времени не было ничего делать только записали сели записали проговорили мы часа на на 3 вот поэтому сколько из этого выйдет видео я не знаю но в общем нам предстоит узнать вот частности сегодня я продолжу все друзья счастливо и до скорых встреч и и